Слава Украине! Приветствую от Полонского! Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Блинкен сегодня в Китае. Там официальный визит. Ну, о чем им говорить, конечно, есть. С китайскими коллегами, так сказать. Там, конечно, и экономические отношения между Китаем и США, которые, скажем так, немножечко обострились. И проблема Тайваня, естественно, дабы не было войны. И, само собой, наша проблема. Потому что американцы ставят перед китайцами довольно жесткие условия не помогать фашистской России. Не помогать ни в коем случае. И ограничить любые транзакции. Все, что только можно с Россией ограничить. И вы знаете, я вот много раз говорил, что китайцы на серьезный конфликт с Штатами из России идти не будут. Потому что Россия, ведь конфликт со Штатами, вот смотрите, это же не только конфликт со Штатами. Это одновременно, если ты входишь, как говорится, в клинические Штатами, ты автоматически получаешь конфликт с Австралией, Канадой, Новой Зеландией, Евросоюзом, Великобританией. Это как минимум, да? То есть, вот торговля с вышеперечисленными странами занимает 50% от китайского внештабового оборота. И вы сами понимаете, что для Китая было бы катастрофой связываться вот с этой махиной, которая покупает у него море товаров и делает огромные инвестиции в Китай. Он никогда в жизни этого делать не будет. А вот торговля с так называемой Россией меньше 2%. То есть, вообще ничего. Вот так вот можно отказать. Это, знаете, статистическая погрешность, да? То есть, может есть, а может и нет. Он может от России отказаться за одну секунду. Оно ему не выгодно в политическом плане, но в экономическом абсолютно наплевать на Россию, просто потому что пшить, ничего. И вот первые детали этого визита уже могут сильно огорчать Путина Питеков. Смотрите, дело в том, что китайский банк, Банк оф Чайна, это их основной банк государственный, сразу же, в момент прилета, как говорится, Блинкина, взял и резко ограничил любые денежные переводы от российских клиентов к любым другим. Например, в Штаты, в Швейцарию, в Великобританию, в ЕС, в Канаду и так далее. То есть, ведь, смотрите, с россиянами сейчас никакие банки не работают. Все корреспондентские счета позакрыты, да? И они нашли вот эту, значит, дорожку, протоптали себе через Китай платить за товары, услуги им, где-то там нужные. Ну вот, а Китай, бац, и закрывает это дело. Он чхал на Россию, поймите правильно, китайцам вообще на всех начхать. Абсолютно. Для них существует только Китай. Все, остальное для них это дело 15-е. Тем паче, когда партнер такой малозначительный и шатающийся, как Россия. Да Китай об него ноги. Вытрили 28 раз и пойдет дальше. Что значит пойдет дальше? Отхватит Дальний Восток, скажите спасибо, если не отхватит еще и Сибирь. При этом, при всем. Да, так вот, собственно говоря, вот он эффект. Да, не успел Блинкин еще даже начинать переговоры, как уже взяли и половину российской торговли помножили на ноль. Вот, собственно, и все, да, вот так. Мягко. Еще одна экономическая такая новость, очень интересная. Маленькая Эстония нашла законодательные свои, скажем так, законодательные моменты, которые позволяют ей конфисковать любые российские авуары, находящиеся в стране, для передачи их Украине. Это уже не первая страна, которая это будет делать. Сейчас этим занимается активно Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Канада и так далее. Но, эстонцы, ну, у каждого свое законодательство, понятное дело, что каждый должен находить свои нюансы. Еще раз, речь идет не о аресте активов российских. То есть, это недвижимость, это деньги, это машины дорогие и так далее, и так далее. Этой речь идет о конфискации, не о аресте, а о конфискации и о дальнейшей передаче Украине. Так вот, эстонцы тоже нашли, что, какие изменения нужно внести в их законодательство, с тем, чтобы эти все деньги, деньги, имущество, раз это имущество, значит, будет, соответственно, продано с аукциона, деньги будут переданы Украине. Я тысячу раз говорил вам, что Европа, как и Штаты, не очень-то хочет платить за восстановление Украины после российско-фашистской этой навалы. Кто будет платить в первую очередь? Конечно, сама Россия. Не верили? Получите, распишитесь. Всего до Украины.